Всем привет! Знакомьтесь, это Хоя Белла Варригадная. Так вот она выглядит. Этому растению один год. Покупала я ее в прошлом июле маленьким череночком. У меня вот есть череночек от нее, но это уже даже большой. Я брала в несколько узлов, наверное, вот такой вот. И это растение выросло из одного черенка. Появлялись боковые побеги. И за год она у меня вымахала вот такой вот красавицей. Ну, уже это же я ее обрезала чуть-чуть. Варригадность у нее проявляется по краю листа. Это можно заметить вот так вот. Если вот так вот рассматривать, здесь даже вот больше видно. Вот такая красота. И на череночке тоже варригадность прекрасно видно. У обычной Хои Беллы такого нет. У нее просто зеленый листик. Что я могу сказать про эту Хою? Она не любит пересушку. От слова вообще. Вчера уезжала на весь день на пикник. И она мне успела даже чуть-чуть подсушить листики. Ну, так чуть-чуть. Это даже незаметно на камеру. Даже не знаю, будет видно, не будет. Я ее полила потом. Но она быстро восстанавливается. А если, конечно, в жару не полить ее несколько дней, то она может загнуться. Поэтому любит влажность. Вообще, варригадные они довольно капризные такие. По сравнению с обычными Хоями. Вот она у меня... Что я могу еще сказать? Она довольно долго не цвела. Это, можно сказать, ее первое цветение. Вот я сейчас покажу вам цветочек ее. Выглядит как у обычной Хои Беллы. Вот такой вот красавец. Здесь вот еще не раскрылся. Как ни странно, но она у меня долго не цвела. Обычная Хоя Белла чуть ли не с черенка начинает. А это почему-то вот так вот поздно. Но это может только у меня ничего не могу сказать. А так могу сказать, что ее нужно поливать. Любит влагу. Освещение, рассеянный свет. Если ставить на солнышко, то листики могут пригореть. Или потерять тургор. Поэтому рассеянный свет на подставочку у подоконника за шторкой. Чувствовать себя там красно. Еще раз покажу вам цветочек. Вот такой вот красивый восковой цветок. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...